Сегодня со мной сессию будет читать Антон Шипулин. Здравствуйте, коллеги. Я приму слово у Матвея во второй половине выступления нашего. Да, спасибо, Антон. Пару слов про нас. Я работаю в лаборатории Касперского уже больше 7 лет. Сейчас занимаюсь продуктовым маркетингом в направлении индустриальной промышленной киберзащиты в последний год. И Антон Шипулин, он глобальный преселс менеджер по направлению индустриальной промышленной киберзащиты. Соответственно, сегодняшняя цель нашего вебинара – это сделать обзор решения. Он будет достаточно кратким, мы постараемся уложить в час, но тем не менее, все основные вопросы, что касается основных сценариев, а так, которые мы предотвращаем, каких-то технологических особенностей нашего решения и функционала, мы постараемся покрыть. Но, как уже было сказано, запись вебинара будет доступна. И также, естественно, мы предоставим слайдер, по которым мы сегодня будем читать. Так, начинаем. Собственно, с чего хотелось бы начать? С того, чем является направление промышленной кибербезопасности для нашей компании, для нашего бизнеса. Вот мы традиционно начинаем со вступительного слова от Евгения Валентиновича Каспиасского. И на самом деле я повторю его слова, которые сейчас не отображены на слайде, о том, что у нашей компании сейчас три основных направления бизнеса. Первое направление – это традиционная защита домашних пользователей. Второе направление – это защита бизнес-пользователей. И третье направление, относительно недавнее, но крайне важное для нас – это защита промышленных объектов и критических инфраструктур. То есть мы на уровне компании для себя уже выделяем это направление, про которое мы сегодня будем рассказывать, в отдельную линию бизнеса. Потому что все больше и больше угроз и все больше и больше инцидентов происходит именно на промышленных объектах. И они, эти объекты, по своей природе и по структуре защиты отличаются от традиционного бизнеса и офисных сетей. Краткое содержание нашего сегодняшнего вебинара. Сегодня мы вкратце расскажем вам про современную ландшафту Гроссису. Расскажем один, наверное, наиболее резонансный инцидент последних месяцев. Будет пару слайдов про особенности именно защиты промышленных сред, причем они отличаются, эти самые промышленные среды, от традиционных офисных и бизнес-сетей. И дальше непосредственно основная наша сессия будет посвящена обзору решения нашего Касперской индустрии Cyber Security. Покажем вам небольшую демонстрацию работы решения, записанную, естественно, с подробными комментариями. И закончим вебинар примерами уже реализованных проектов с нашим решением. Итак, начнем с угроз. То, что мы традиционно называем ландшафт угроз. Конкретно для автоматизированных систем управления технологическим процессом. Мы предполагаем, что аудитория, которая сейчас слушает вебинар, она уже хорошо знакома именно с промышленными технологиями. Прекрасно понимает, что такое система СУТП, что такое SCADA, что такое программируемые логические контроллеры и прочее. Так что без часть ее пропустим сразу в бой, так сказать. Чтобы начать именно про угрозы, мы вам сейчас покажем небольшую временную шкалу, буквально за последние полгода, чуть побольше. На ней отображены наиболее известные публичные инциденты, которые появлялись в прейс. Я сейчас расскажу о них поподробнее. Соответственно, чтобы более правильно начать, расскажу о следующем. У нас в индустрии информационной безопасности очень часто, к сожалению, слышно такое мнение, что угроз именно для промышленных объектов, именно для систем управления технологическим процессом, именно для SCADA систем, их практически не существует. Ну вот с ТАКС, да, все его хорошо знают, был в 2010 году. С тех пор ничего не происходило. Все, что происходит на промышленных объектах, это так или иначе связано именно с какой-то офисной обвязкой, с традиционными рабочими станциями и серверами, да, и вот эта тема защиты промышленных объектов, она немножко преувеличена. Вот, к сожалению, мы иногда слышим от своих коллег по индустрии такие мнения. Соответственно, со всей ответственностью хотим заявить, что это не так. Вот, если мы возьмем самый поверхностный анализ средств массовой информации о том, что происходило за последние полгода, мы можем увидеть следующий инцидент. Ну вот, начнем с декабря 2015 года, взлом электросетей на Украине, в западной части Украины. Я расскажу о нем детальнее, это очень известный резонансный кейс, очень показательный. Вот, он зафиксирован, задокументирован очень хорошо. Ну вот, это вот, прямо, наверное, самая-самая серьезная публичная история, которая происходила на нашем рынке за последнее время. Дальше, официально было зафиксировано, что в марте уже этого года Южную Корею атаковали, атаковали их железнодорожные системы. Вот, за железнодорожными системами, за транспортными системами стоят точно такие же системы. СТП с небольшими отличиями, как, например, на промышленном производстве. Так что, этот кейс тоже относится к нам. Ну там, естественно, было политическое обвинение, что Северная Корея это произвела, но вот, тем не менее, этот случай официально сдокументирован. Дальше. В апреле 2016 года немецкая ядерная станция была остановлена на несколько дней из-за того, что в офисной среде перед технологической сетью были найдены, были обнаружены компьютерные вирусы. Это вот как раз тот случай, когда технологический процесс был остановлен не из-за того, что атака была найдена или вирус был найден именно в психологической среде, а все это произошло в офисной среде. Дальше. В Америке в начале мая в городе Мичиган электросеть тоже была остановлена из-за того, что в офисной обвязке технологической сети была найдена атакующая программа вирус-шифровольщик. Дальше. Исследователи в начале мая публично заявили о том, что найден совершенно уникальнейший вирус, названный ПЛК-пластер, вирус, который полностью живет на программируемых логических контроллерах Сименс. С-7, очень известная контроллера их серия. Соответственно, это исследование было обнародовано еще в начале года, но такой публичный резонанс получил только в мае. Это на самом деле, к слову о том, что ничего сложного со времен стакснета не происходило. Это очень и очень сложная технология создать червь, который может существовать только на ПЛК, учитывая, сколько пространства мы имеем на ПЛК. И вот в начале июня был обнаружен, так сказать, proof of concept, вирус, который не был обнаружен в живой среде, но тем не менее в исследовательских целях создан, называется Iron Gate. Вирус, специально нацеленный на систему СУТП, очень высокотехнологичный, во многом похож по технологии NAS-такснета. Это вот о том, что вкратце сейчас происходит в нашей индустрии. Вот сейчас недавно Black Hat прошел, DivCon прошел, и после них тоже много-много новостей, плохих новостей для защиты промышленных объектов. Мы еще не обновили эту презентацию, но я могу с уверенностью сказать, что каждый месяц можно добавлять все новые и новые события в эту временную шкалу. Давайте немножко поговорим про взлом электросетей на Украине, который произошел в декабре прошлого года. Black Energy – это известная вредоносная платформа, вот ее уже третье или четвертое поколение было обнаружено. Что, собственно, происходило? 23 декабря 2015 года, как было потом установлено, как раз официальное начало атак было зафиксировано на энергосеть «Прикорпать Облэнерго». С чего началась атака? Более 100 предприятий из Облэнерго получили письма с целевым фишингом. Я дальше покажу непосредственно пример этого письма. Соответственно, люди повелись на целевой фишинг. В письме был вредоносный оттач – это был офисный файл, либо Word, либо Excel, содержащий макросы, который позволил украсть с рабочих станций учетные записи с доступом в СОТП по управлению энергосетью. Порядка 100 предприятий получили эти письма. И вот сейчас я не помню точную статистику, но случаев, когда письмо было использовано, то есть когда вложение было открыто и вредоносно сработал, таких случаев были десятки. Но вот, как обычно, хороший целевой фишинг, он крайне эффективен. И это не только вопрос низкой грамотности, компьютерной грамотности специалистов, работающих на промышленных объектах, но и о том, что злоумышленники очень хорошо подготовились. Соответственно, после кражи учетных записей дистанционно был налажен доступ в систему СОТП, и в ручном режиме энергосеть начала отключаться. Ее просто дистанционно отключали. Параллельно с этим осуществлялась ДДОС-атака на ситуационный центр, чтобы пользователи энергосети не могли дозвониться и сообщить о каких-то проблемах. То есть атака была совершенно точно комплексной. И вот параллельно с этим еще, помимо ДДОС-атаки, был обнаружен вредоносный модуль Killdisk, это компонент большой платформы Black Energy, который был установлен на сервер АСОТП, и который повреждал данные, чтобы потом затруднить восстановление этих серверов и снова восстановить технологический процесс. То есть такая комплексная атака по трем векторам очень и очень серьезная. Соответственно, как результат всего этого, были отключены более тысячи подстанций, и в декабре на несколько часов, по некоторым источникам более 8 часов, пользователи при Карпате Облэнерго остались без электричества. Вот, соответственно, у вас сейчас на экранах пример целевого фишинга, то есть выглядит как серьезное письмо от каких-то вышестоящих органов Украинерго. Соответственно, в поле ФРОП хороший вроде бы доверительный адрес, хороший текст. И мы видим зараженное вложение, это XLS-файл, который, собственно, позволяет украсть данные доступа. Соответственно, как я уже говорил, Black Energy на Украине – это наиболее резонансный и публичный случай от последних месяцев, последнего года. Тут про что хотелось бы еще добавить. Если возвращаться к временной шкале инцидентов, очень важно сказать, что все эти инциденты, они публичны, но представьте, сколько инцидентов происходит на самом деле, которые не публикуются и которые никак не обозреваются средствами массовой информации. И тут надо сказать, что законодательства большинства стран сейчас не очень совершенны в этом вопросе. Если инцидент происходит на каком-то промышленном объекте, тем более в критической инфраструктуре, большинство стран, они предпочтут скрыть этот инцидент, потому что это очень чувствительно для государства. Есть некоторые страны, которые, так сказать, флагманы именно в законодательстве, в частности, Германия. В Германии, например, если инцидент произошел на промышленном предприятии, тем более на критическом объекте, то это все должно стать достоянием общественности, чтобы потом иметь доступ для аналитиков, чтобы все это публично разбирать, и специалисты знали, что такое происходит. Сейчас я вам рассказал страшную историю про то, как может быть остановлен технологический процесс, про то, как могут пострадать живые люди, пользователи. Слава Богу, на Украине я пострадал, то есть люди остались без электричества, это очень плохо, но, тем не менее, последствия могли быть гораздо хуже. Еще один сценарий атаки на промышленные объекты, на ОСОТОП-системы, это мошенничество. И вот тут очень часто у людей, так сказать, происходит некое недопонимание, вот как можно получить выгоду с атаки на систему ОСОТОП. Например, если ты взламываешь банковскую систему или пользователя банковской системы, там все понятно, там все упирается в деньги. Тем не менее, мы фиксируем и продолжаем фиксировать случаи мошенничества именно на промышленных объектах. Сейчас расскажу вам обезличенную историю, хотя на самом деле эта история происходила в России несколько лет назад. И, соответственно, суть истории в следующем, что на автозаправке, на крупной сетевой автозаправке, работал инженер, который, соответственно, отвечал за технологический процесс заправки за контроль топлива, за передачу топлива из резервуаров, из баков хранения непосредственно на автомобили, либо автомобили, либо на контейнеры воза, на бензовозы, которые осуществляли логические цепочки. Соответственно, представим следующий сценарий. У нас пустой бензовоз приезжает на нефтебазу, заправочную нефтебазу, и задача инженера, злоумышленника, долить в этот бензовоз некий запас топлива сверх нормы, который потом можно будет изъять из бензовоза, уже физически, и, соответственно, передать остальным злоумышленникам по цепочке, то есть заработать деньги, то есть обократь, по сути, собственную компанию, на вот это экстра, на дельту лишнего топлива. Соответственно, что придумал этот инженер? Естественно, в технологическом процессе есть ограничения, нельзя просто вот так взять и залить больше положенного норматива топлива, больше, так сказать, 100%, некого бенчмарка, да, тебя система остановит. Но у инженера был доступ к другим параметрам, технологического процесса. В частности, он мог регулировать температуру топлива при передаче ее в бензовоз. И, соответственно, что сделал наш герой негативный? Он немного изменил температуру топлива, там порядка 1%, может быть, даже меньше, из-за чего топливо стало занимать меньше места. Вот. Простая физика топлива сжалась. При заливе в бак бензовоза система показывала при дохождении до датчика контролера 100%, хотя по факту топлива было чуть больше, порядка 102%. И, соответственно, дальше уже по логистической цепочке наш бензовоз двигался, останавливался где-то в лесах в Сибири, например, год, и из него сливались те самые 2% уже на черные поставки. Собственно, 2% топлива с каждого бензовоза, представим, сколько у нас бензовозов идет по цепочке в день, это очень-очень серьезные деньги. Вот такая вот схема вредоносная была обнаружена несколько лет назад в России. Опять же, подобные схемы мы обнаружим все чаще и чаще по всему миру. Что тут нам важно понимать? Для реализации мошеннических схем в промышленных объектах очень часто не нужно придумывать никаких сложных атак, не нужно создавать или использовать какие-то сложные вредоносы. Достаточно иметь плохие намерения и иметь доступ к системам SCADA и СУТТ. Вот сейчас на экране статистика. Это американская организация РИСИ, 2017 год, но на самом деле в плане процентов более-менее статично не меняется год от год. Это основные причины инцидентов, которые происходят на промышленных объектах. Больше трети – это вредоносное ПО. И тут нет ничего удивительного. То есть, очень часто промышленная инфраструктура построена на тех же самых операционных системах Windows, в которых прекрасно себя чувствуют вирусы. К этим самым операционным системам есть очень много векторов атак. Это, собственно, профессиональные устройства операторов, как то USB-диски, как то 3G-модемы и прочее. То есть, вредоносное ПО активно живет в промышленных объектах и чувствует себя неплохо. Это мы сейчас говорим безотносительно о каких-то сложных комплексных атаках, как тот самый BlackMJ. Это простые вредоносы. Вирусы-шифровальщики, трояны и прочее. Дальше очень часто причиной инцидентов промышленных объектов являются ошибки в системах управления технологическим процессом, как любое программное обеспечение. Там тоже случаются сбои, к сожалению. Ошибки в другом программном обеспечении, сопутствующем. Например, ошибка в интерфейсе человека-машинном или в другом сопутствующем промышленном обеспечении. Тут надо сказать, что ошибки в программном обеспечении они по своей природе не могут относиться именно к каким-то вредоносным действиям, к внешним атакам, но тем не менее они точно так же могут нанести серьезный ущерб технологическому процессу. И это очень важно в том плане, что решение для промышленной кибербезопасности, хорошее решение, оно должно заезжать не только от какого-то внешнего вредоносного воздействия или внутреннего вредоносного воздействия, но также и от возможных потенциальных ошибках в системах СУТП. 11% это ошибки операторов, так сказать, человеческий фактор, но вот по нашим наблюдениям, по наблюдениям лаборатории Касперского, цифра, наверное, больше, чем 11%, потому что человек исторически слабое звено, и вот промышленные объекты, к сожалению, исключение. И 12% это другое, неклассифицированные причины инцидентов, хочу сказать, что очень часто за неклассифицированными причинами инцидентов как раз стоят сложные, комплексные, серьезные атаки, как Black Energy, то есть, как правило, такие атаки, они более скрытые, они не носят такой показательный, резонансный характер, что постановить технологический процесс, очень часто они заключаются в краже какой-то данных, в краже каких-то данных. Соответственно, перед тем, как перейдем к следующей секции, пару слов о том, почему промышленные объекты в данный момент развития вообще технологий сложно защищать, да, и почему, соответственно, все это происходит, так много инцидентов. Ну, во-первых, я здесь повторюсь, слабая осведомленность, да, в индустрии по-прежнему не очень принято говорить о том, что множество инцидентов происходит именно на промышленных объектах, именно в технологических сетях. Во многом это связано с тем, что не принято публиковать такие инциденты, они вот очень бережливо охраняются государством. К сожалению, это тоже не позволяет нашему рынку активно пока развиваться, ну, вот, потому что, наверное, это не очень правильно скрывать, когда проблема существует, да, когда проблема существует, ее нужно активно обсуждать, и через это как раз мы приходим к решению. Вот пока не очень много у нас достоверной информации о том, что инциденты происходят. Следующая сложность применения защиты к промышленным объектам, она заключается в том, что, так сказать, традиционные, мы называем это офисные подходы к корпоративной безопасности, как-то классические решения типа защиты рабочих станций, да, там, серверные защиты, какие-то сетевые технологии, они плохо, очень плохо ложатся именно в промышленные сети, в силу множества факторов, ну, достаточно очевидно, что промышленная сеть, она по своим узлам, по своим технологиям отличается от обычной офисной сети, там используются другие протоколы, другие приложения, да, другие компоненты, там, те же самые программированные логические контроллеры, да, они достаточно уникальны в плане именно технологической обвязки, и вот взять и поставить традиционный антивирус на ПЛК, например, совершенно точно не получится, да, его можно, например, поставить на рабочую станцию инженера, но, опять же, этот традиционный антивирус не будет оптимизирован именно для технологических процессов, как он себя повезет на этой рабочей станции инженера, никто не возьмется гарантировать, что он сам не остановит технологический процесс, вот это еще одна сложность, следующий факт, он заключается в том, что большинство современных кибератак, именно целевых, они нацелены на устаревшие, то, что называется в английском легоси-система, которые содержат множество уязвимостей, вот, я думаю, все хорошо понимают, что там нередкость, когда в промышленном объекте используется Windows XP или даже гораздо более ранее, гораздо более ранее версия Windows, вот, то есть, в принципе, у технологов процесс построен следующим образом, если все работает, это не надо трогать и не надо обновлять, вот, соответственно, это дает злоумышленникам очень-очень серьезное преимущество. Следующий фактор, который делает защиту промышленных объектов сложной, он заключается в том, что в данный момент еще не выработалась в целом по экспертизе, я имею в виду в таком хорошем рабочем масштабе, не выработалась экспертиза по обеспечению безопасности именно на промышленных объектах. Сейчас, так сказать, происходит рассвет рынка кибербезопасности для промышленности, мы смеем надеяться, что мы участвуем, мы способствуем этому, но тем не менее, вот, если посмотреть на наших конкурентов по традиционным решениям информационной безопасности, многие из них до сих пор еще не предложили никакого решения именно для промышленности, они, грубо говоря, не видят проблемы. Эта экспертиза, она медленно-медленно распространяется. И, соответственно, так сказать, финальный фактор, наверное, в целом, в целом по индустрии еще не сложилось понимание о том, что на промышленных предприятиях нужно использовать совершенно другие методы защиты и их нужно использовать обязательно. Стандартные технологии защиты промышленных объектов, как-то воздушный зазор, то, что по-английски называется R-GAP, когда мы предполагаем, что у нас нет прямого подключения к интернету, они уже давно не работают. Во-первых, прямое подключение есть, во-вторых, даже если R-GAP существует, то есть технологии, как его обойти. Пару слов непосредственно о промышленной специфике. То есть, опять же, такая большая ликбез-секция, но тем не менее через нее важно пройтись. Ну, собственно, в чем отличие обычной корпоративной сети от индустриальной сети, даже безотносительно уникальных технологий, которые применяются в промышленных технологических сетях. В следующем, есть классическая парадигма безопасности, она заключается в том, что вот есть три приоритета безопасности для традиционного бизнеса. Это конфиденциальность, это целостность данных и это доступность данных. В случае промышленного объекта приоритеты противоположны, просто противоположны. В первую очередь доступность и данных и технологического процесса, потом целостность и только на третьем месте конфиденциальность. Естественно, там есть некие отличия по вертикали, всегда есть какая-то специфика, мы не можем сказать, что, на первую действительно в критическом объекте конфиденциальность будет на третьем месте, но в целом по больнице на промышленном предприятии доступность технологического процесса это самое главное. То есть, грубо говоря, если проводить пример с антивирусом, традиционным, традиционный антивирус, работая в офисной сети, его основная задача, если он столкнется с вредоносным программным обеспечением, сохранить данные, сделать так, чтобы данные не пострадали, не утекли никуда вне организации. И он, может быть, даже положит систему, свою рабочую станцию или сервер но он должен остановить этот вредонос, чтобы вредонос не добрался от данных. Это пример конфиденциальности как основного приоритета. А в случае промышленного объекта, если антивирус столкнется с вредоносом, и у него будет выбор остановить технологический процесс или остановить вредонос, основной приоритет будет в доступности. Это означает то, что технологический процесс не должен быть установлен ни в каком Немножко представим будущее, куда мы двигаемся. Сейчас модно говорить про четвертую промышленную революцию. Мы много работаем с заказчиками по России, по СНГ, хорошо представляем нынешний уровень развития технологий на практических объектах. Может быть сейчас у вас на экранах больше утопичная картинка, но тем не менее мы все к ней идем. Сейчас мы отчетливо видим, что очень часто системы СУТП до сих пор не связаны или не хорошо связаны с IT-системами. То есть там такой бумажный зазор получается на многих объектах российских и в других странах. Но тем не менее ситуация меняется. Соединение с интернетом все больше и больше приходит на промышленные объекты. И в каких-то странах, опять же упомяну Германию, Германия считается самой продвинутой страной в плане индустриального развития, уже наступила так называемая четвертая промышленная революция, когда промышленные объекты уже настолько стали оцифрованы, настолько подключены к интернету, что это позволяет во многом исключить человека более чем полностью. То есть уже говорят про какие-то мифические заводы, на которых практически нет операторов. То есть машины общаются с машинами, потоки данных, больших данных уходят на сервера в интернет открыты, открыты они уходят непосредственно с датчиков на полевом уровне. Все это обрабатывается на серверах, потом приходит команда непосредственно серверов, которые оптимизируют процесс. То есть машины разговаривают с машинами, такое футуристичное будущее. Считается, что оно уже сейчас наступило, опять же промышленный интернет вещей больше и больше набирает обороты. Опять же, опять же, это все неравномерно в плане технологий. В большинстве промышленных объектов, мы лично наблюдаем, такого еще нет. Но, тем не менее, что хочется сказать, рано или поздно, когда промышленные интернет вещи и прочие сопутствующие технологии активно придут в промышленность во всех странах, это, к сожалению, добавит дополнительный вектор атак для злоумышленников. Потому что автоматизация хорошо, развитие промышленности хорошо, но вот когда у тебя все открыто через интернет, это не очень хорошо. Я думаю, многие из вас знают о таком поисковике, как Shodan. Если не знаете, можете погуглить, поискать в поисковиках других. Это поисковик для интернета вещей, через которые можно находить в том числе промышленные компоненты, которые публично доступны, либо специально, либо по неосторожности создателей. И вот были многочисленные случаи, когда до промышленных компонентов, до компонентов с УТП, до конкретных контроллеров можно было достучаться через интернет. Это вот негативные последствия той самой четвертой промышленной революции. Все ближе подбираемся к обзору нашего решения непосредственно. И вот, чтобы, собственно, рассказывать про решение и понять, на каком уровне оно работает, приводим эту схему. Это ИСА-95, на самом деле такая архетипичная архитектура промышленного предприятия. Тут все достаточно просто. То есть любое предприятие, оно строится из офисных уровней, из ERP-систем, из бухучета и прочего-прочего. И вот эти самые офисные бизнес-уровни планирования и логистика, они представлены на четвертом, на третьем уровне. А начиная с более глубоких уровней, здесь на схеме это уровень 2 и 1, начинается непосредственно система АСУТП, СКАДа, и очень глубже мы идем, там уже начинается провязка непосредственно с физическими устройствами, которые работают в поле. И вот на уровне 1 мы имеем, например, контроллер или другие аналогические устройства, которые отправляют команды непосредственно на физические устройства. Соответственно, если вернуться к инцидентам, которые происходят у нас на промышленных объектах, существует, если совсем глобально говорить, два основных вектора атаки. Первый вектор атаки, он приходит через офисную обвязку, если посмотрим на эту схему, то это уровень 4 и 3, да. То есть, очень часто на технологический процесс можно повлиять, если запустить вредонос или атаку именно на офисный уровень. Вот если вспомним про случай на ядерном объекте в Германии, с которого я начинал, там как раз вирус был найден в офисной обвязке, но это, тем не менее, не мешало остановить непосредственно станцию, да, потому что из офиса очень легко прыгнуть непосредственно в технологическую сеть, тем более сейчас, когда connectivity повышается. Второй уровень, второй вектор атаки, такой глобальный, это когда атака осуществляется уже непосредственно с УТП. Если у нас УТП самостоятельно соединено к интернету, если есть доступ к объекту через подрядчика, через двумышленника или каким-то другим способом. Ну и, например, инженер у нас привез инфицированную флешку. К чему мы это говорим? К тому, что предприятие промышленное необходимо заезжать на всех уровнях. Да, у нас атака может прийти практически с любой стороны, но она даже может гипотетически прийти с уровня физических устройств, просто это очень трудоемко именно врезаться непосредственно вот эту низкоурунную сеть на уровне физического устройства. Да, таких вот инцидентов, к счастью, мы еще не видели. В плане защиты именно офисной обвязки тут, в принципе, все понятно. У нас, как и у вендоров, у других вендоров, конкурентов, уже давно есть большой путь решений по защиту рабочих станций, серверов, по сетевой защите и прочее. Это все по-прежнему необходимо использовать на промышленных объектах. А вот в плане именно защиты уровня СУТП и более низких технологий, вот как раз мы сталкиваемся с проблемами. По-прежнему очень мало вендоров предлагают специализированную защиту. Очень многие производители средств информационной безопасности говорят про то, что можно использовать традиционную офисную защиту, хотя это не так. Мы чуть дальше поподробнее об этом расскажем. И как раз наше решение, Касперский Industrial Cyber Security, оно работает непосредственно на уровне СУТП и на уровне базовых технологий. Это важное отличие от очень многих производителей информационной безопасности, которые предлагают традиционные решения. Это, грубо говоря, если бы мы начали предлагать наш Касперский Инфоритет, Security, хорошо известный, поставить на уровень СУТП, но не сработает. Так мы уже проходили этот период, не очень хорошо получается. Именно поэтому мы разработали специализированные решения, которые должны работать на уровне СУТП. Перед детальным обзором решения, тут такая простая маркетинговая схема основных компонентов внутри решения. Ни в коем случае мы не называем наш Касперский Industrial Cyber Security продуктом, потому что одним продуктом не обойдешься. Это очень комплексное и большое решение, которое состоит как из технологических компонентов, вот функциональных компонентов, которые я представил у вас на экране, так и из сервисов. Из сервисов, как обучающих, это непосредственная работа с инженерами, с офицерами безопасности, отвечающими за промышленные объекты, так и из экспертных сервисов, таких как консалтинг, ассессмент промышленных объектов, реагирование на инциденты и прочее. То есть одной компоненты какой-то, компоненты защиты рабочих станций, компоненты защиты СУТП, компоненты защиты контроллеров не обойтись. Мы имеем дело с очень сложной промышленной средой, очень много векторов, а так более глубоких, именно поэтому одним технологическим решением не обойтись. Нужно много технологий и много сервисов. В следующей части мы об этом непосредственно расскажем, о своих технологических компонентах и о сервисах, и я передаю слово Антону. Коллеги, еще раз здравствуйте, спасибо Матвею. Я расскажу, да, непосредственно о технических возможностях нашего решения. Начать я хотел бы с того, чтобы наглядно показать, что, от чего и как мы защищаем. Как показывал схематически Матвей ранее, это несколько уровневая модель ИСА, а здесь я изобразил ее же конкретно в компонентах детальных, из чего она состоит. Здесь мы видим уровень контроллеров, уровень полевых устройств, уровень SCADA систем и выше. Соответственно, какие угрозы существуют? Вот здесь изображена схема с коммуникацией, что сети соединены, что нет воздушных зазоров. В таких условиях можно схематически изобразить следующие вектора атак. Это вектора, связанные с сетевым доступом, как из офисного сегмента, так и с небезопасным удаленным доступом вендоров, интеграторов. Но даже в случае с воздушными зазорами, с изоляциями сетей, всегда остаются вектора атак локального характера, как то подключение различных носителей, подключение беспроводных устройств, адаптеров, Wi-Fi, 3G модемов. Это подключение различных мобильных устройств типа ноутбуков подрядчиков, вендоров и сотрудников. И, соответственно, это могут быть рабочие станции инженеров с умышленными и неумышленными вредоносной логикой контроля. Соответственно, что данные вектора атак ведут не просто к получению несанкционированного доступа и краже каких-то данных, они могут вести непосредственно к физическим последствиям, к таким, как нарушение работы процесса, аварии, остановка и так далее. Здесь схематически изображено как пример отдельных информационных воздействий, показанных черным текстом, могут привести к возможным физическим последствиям, указанным красным текстом. Вы видите здесь и возможность остановки процесса отправкой, допустим, вредоносных команд, и вывод из строя оборудования изменением логики контроллеров. Здесь, возможно, такие же последствия, как мошенничество, саботаж и так далее. Это пример последствий, которые мы моделировали на одном из нефтеперерабатывающих предприятий в рамках наших работ по проведению анализа защищенности предприятия. То есть угрозы не шуточные, а могут приводить непосредственно к физическим последствиям. Что с этим всем делать? Соответственно, основной объект защиты, основной цель атакующих, основной актив, который нужно защищать, это технологические процессы, максимально приближенные к нему оборудования. Соответственно, уровни контроллеров, уровни склада серверов. И мы защищаем эти уровни с помощью наших сервисов и продуктов. На данной схеме изображено схематически, как мы покрываем этот уровень нашими программными компонентами. Чуть дальше я расскажу о каждом в отдельности. Здесь можно видеть компоненты Касперский Industrial Cyber Security для защиты конечных узлов KIX4Notes и компонент Касперский Industrial Cyber Security for Networks для защиты сети, для мониторинга сети. И наш компонент централизованного управления и мониторинга это Касперский Security Center. Таким образом, мы обеспечиваем защиту конечных узлов как рабочих станций, серверов, так и обеспечиваем мониторинг безопасности сетевого трафика. Вы можете заметить, что контроллеры мы тоже обеспечиваем защиту без установки на них каких-то программных компонент. Как мы это делаем, я расскажу далее. Стоит отметить, что наш подход к безопасности промышленных систем и сетей является не просто проектом, а процессом, который начинается с первого обучения персонала, осведомления о текущих угрозах и методах защиты, после чего проводится инвентаризация активов, оценка существующих рисков, моделирование возможных угроз, после чего вырабатываются рекомендации по устранению, в которые для закрытия отдельных угроз мы предлагаем наши программные продукты Kicks for Networks и Kicks for Nodes. Мы предоставляем услуги по имплементации, по проектированию наших решений совместно с нашими партнерами, авторизованными, и после внедрения, развертывания наших компонент совместно с партнерами мы предоставляем услуги поддержки и, соответственно, управления реагированием на инциденты. В случае обнаружения каких-то инцидентов мы предоставляем услуги расследования этих инцидентов. Соответственно, наше предложение ложится в две ветки, это продукты и сервисы. Я начну с сервисов, потом более подробно расскажу про продукты. Сервисы включают в себя наши обучающие сервисы и сервисы экспертные. Обучающие сервисы содержат тренинги для специалистов по безопасности, которые рассказывают о конкретных способах и подходах к безопасности, включают программу повышения осведомленности для специалистов, операторов, инженеров СУТП, руководства, служба СУТП, а также нашу интерактивную деловую игру КИПС. Игра выполнена в стиле монополии, где на практике участники могут отработать практически противодействию кибер-угрозу. И наши экспертные сервисы, как я сказал, включают сервисы анализа защищенности, тестов на проникновение. Кроме того, у нас существует исследовательский центр, который осуществляет исследования оборудования и поиск неуязвимостей нулевого дня, то есть ранее неизвестных, более глубокое исследование. И, как я сказал, сервисы по проектированию, внедрению, поддержке и расследованию и расследованию инцидентов совместно с нашими партнерами. На данном слайде представлен изображение с проведения нашей интерактивной игры на одном из мероприятий. Касперский индустриевый сайбер-секьюрити продукт включает в себя три компонента KIX4Notes, KIX4Networks и Касперский секьюрити центр управления, мониторинг управления компонентами KIX. О каждом поподробнее. Компонент KIX4Notes. Компонент KIX4Notes обеспечивает защиту конечных узлов и чем-то похож на традиционное решение по назначению, похож на традиционное решение защиты конечных узлов как в лаборатории Касперский индустриевый сайбер-секьюрити. Но чем они отличаются, я скажу чуть дальше. Схожий функционал. Это функционал управления запуском приложений. Это блокирование всего программного обеспечения, которое не внесено в белые списки. Это управление периферийными устройствами, разрешение только внешних носителей, внешних устройств, внесенных в белые списки. Это классический движок, антивирусный движок. Это монитор уязвимостей на внешних узлах, который позволяет выявлять без активного сканирования выявлять версии приложений с уязвимостями и оповещать администратора о необходимости что-то с этим делать. И, соответственно, хост-бейст, межсетевый экран, который позволяет фильтровать пакеты в уровне конкретных узлов. И уникальный функционал этого решения, который радико-кардинально отличает KIX4NOS от Kasperskin Point Security, это функционал PLC Integrity Checker, функционал проверки целостности программ PLK. О некоторых из этих функционалов я расскажу сейчас подробнее. KIX4NOS поддерживает следующие операционные системы от XP Service Pack 3 и выше. В конце года мы будем поддерживать Service Pack 2, Windows 10, Windows 2012 и Windows Embedded. Соответственно, на текущий момент мы видим, что наибольшее количество рабочих станций работает под Windows XP и в инфраструктуре с УТП, соответственно, нацелены именно на них. Но в случае увеличения присутствия рабочих станций на других операционных системах, мы будем готовы развиваться и в ту сторону. Здесь приведены основные пункты, основные отличия KIX4NOS от Kasperskin Point Security, которые включают пересобранный набор компонентов данного решения. Это полностью самостоятельная реализация функционала контроля запуска программ. Как я говорил, это проверка целостности программ PLK. Это возможность самоограничения потребления ресурсов, ввиду того, что зачастую пользователи жалуются на падение производительности рабочих станций после установки антивируса. Мы эту проблему понимаем и с ней боремся. Мы сами ограничиваем потребление ресурсов для компонентов СУТП. Это возможность обновления внешнего носителя и возможность работы без перезагрузки на полугода. Для отдельных случаев возможность отключения антивирусного монитора, оставляя только плановые проверки. Тут нужно заметить, что функционалом контроля запуска программ можно обеспечить высокую эффективность безопасности даже без функционала антивируса. То есть на рабочей станции не смогут запуститься никакие программы, кроме разрешенных, в том числе и вирусы, и эксплойты, направленные на уязвимости нулевого дня. Это очень эффективная мера, в которой антивирусный монитор можно отключать. Важным моментом является то, что мы проводим сертификацию, совместное тестирование нашего продукта с разработчиками компонентов СУТП, с Эндерами, Сименс, Эмерсон и многие другие, с которыми сейчас ведется работа. Аппликейшн контролл. Как я сказал, очень эффективный функционал, тем более учитывая, что для промышленной специфики набор компонентов, набор приложений на рабочей станции является довольно статичным в течение долгого времени. В частности, даже обновления на операционные системы приходят редко. Соответственно, это очень эффективная мера, с помощью которой можно сделать слепок нормального набора программного обеспечения, которое разрешено к запуску, и после чего регулярно обнаруживать попытки запуска приложений неразрешенных. Функционал может контролировать запуск не только исполняемых файлов, но и библиотек, драйверов, скриптов и так далее. То есть полный комплект приложений. Есть возможность для работы, то есть при развертывании данного функционала, либо при высоких рисках, высоких опасениях заблокировать необходимый функционал, есть возможность работы в тестовом режиме, когда приложение вносится в белый список, но в случае запуска приложения, которое не находится в белом списке, оно не блокируется, но сообщение об этом отправляет соответственному сотруднику, и он принимает решение, что с этим делать. Либо это нормально и внести это приложение в белый список, либо это инцидент, который необходимо расследовать. И наш компонент PLC Integrity Checker, осуществляющий контроль целостности программ PLC, работает следующим образом. Эта часть функционала является функционалом компонента Kicks for Notes, заключается в следующем. Предварительно с контроллеров производится через штатные интерфейсы получение программы PLC, вычисление контрольной суммы, хэш-значения этих данных, сохранение их в памяти Kicks for Notes, и на регулярной основе происходит опрос PLC, запрос текущей версии программы PLC, и сравнение с эталонным значением. В случае, если значения отличаются, соответственно, были произведены изменения. Изменения могут быть произведены как по сети, так и локально подключившись к контроллеру. Изменения по сети, кроме Kicks for Notes, могут обнаружить наш компонент Kicks for Networks, я об этом скажу чуть дальше, но вот изменения локальные PLC, которые могут быть сделаны либо умышленно, инженером, подрядчиком, либо случайные изменения, несогласованные, ошибочные, они могут обнаружить только компонентом Kicks for Notes. и функционалом PLC Integrity Checker. Далее я хотел бы рассказать о втором компоненте, это Kicks for Networks, который представляет из себя программное обеспечение, которое разворачивается на выделенном сервере. Сервер подключается к сети либо с помощью ТАП-устройства для сбора копии трафика, либо подключается к промышленным коммутаторам, к спан-портам для сбора копии трафика. Копия трафика собирается пассивно, то есть никаких изменений компонент в сеть не вносит, не участвует в информационном обмене, только получает копию трафика для анализа. Для анализа и выявления в этом трафике различных потенциальных угроз, которые функционал можно разделить на два блока. Это блок Network Integrity Control, контроль целостности сети, и блок процесса Integrity Control. Network Integrity Control, контроль целостности сети, позволяет обнаруживать несанкционированные сетевые устройства в сети, подключение таких устройств, как ноутбуков, рабочих станций и так далее. И обнаружение не только IP-адреса и MAC-адреса, но и новые несогласованные, неразрешенные ранее коммуникации. Соответственно, до уровня TCP, UDP портов мы можем обнаруживать установку соединения с рабочей станцией контроллеру, если ранее она не была согласована. Мы можем обнаруживать сканирование портов и другие потенциальные события, которые не были внесены в нормальный штатный план коммуникации. Учитывая, опять же, статичность коммуникации в технологической сети, это сделать очень легко, сеть динамичный, количество участников довольно статично, коммуникация довольно статичная. И это является эффективной мерой. И, соответственно, второй блок, процесс Integrity Control, контроль целостности именно технологического процесса. Включает функционал обнаружения критических команд, отправляемых на ПЛК, старт, стоп и так далее. Я чуть позже покажу примеры таких команд. И не только команд, но и решение позволяет осуществлять контроль параметров технологических процессов в прикладных промышленных протоколах в сетевом трафике. Об этом чуть дальше. Соответственно, архитектура решения представлена на данном слайде. Здесь видно, что решение может быть разделен функционал сенсоров и анализатора. Сенсоры подключаются непосредственно к промышленной сети для сбора трафика, после чего передают собранные данные в анализатор. Анализатор по правилам, заложенным в нем, выявляет отклонения и отправляет инциденты в Сперский секьюрити-центр. Для малых объектов сенсор и сервер-анализатор могут быть представлены в виде одного устройства. Для больших объектов они могут быть распределены. И также на этом слайде видны способы подключения. Это возможность на нижней, внизу подключения к спан-порту коммутаторов. Это более современные коммутаторы, которые имеют такую возможность. И на верхнем слайде возможность подключения с помощью специализированного ТАП-устройства в разрыв сети. Устройства достаточно надежные, так как в случае выхода из строя они превращаются в провод и не блокируют передачу трафика. На данном слайде я изобразил, как мы осуществляем подключение, развертывание данного решения. Изначально наши специалисты и наши партнеры с помощью наших специалистов производят изучение технологий сбора исходных данных, изучение технологического процесса, технологическая инфраструктура совместно с технологами, программистами СТУП-объекта. После чего мы видим потенциальные точки, потенциальные проблемы, моделюем сценарии возможных промышленных аварий, понимаем точки, где нам нужно контролировать сетевой трафик, подключаем наш компонент Geeks4Networks к точкам сбора сетевого трафика, производим импорт тегов из систем SCADA для формирования правил отклонения параметров от нормы. После сбора тегов мы формируем эти правила, применяем их, тестируем и запускаем систему в эксплуатацию, в рамках которой производится мониторинг. В результате опытной эксплуатации производится мониторинг сетевого трафика. В случае обнаружения отклонения от правил проводится расследование, делается вывод, это отклонение, либо это просто недостаточно полно настроенные правила и принимается решение либо внесения изменений в правила, в норму отклонений, либо проведение инцидентов и соответствующей реакции на инцидент безопасности. На текущий момент мы поддерживаем разбор сетевого трафика следующих программируемых логических контроллеров. Сюда входят Siemens, Schneider Electric, Allen Bradley, Mitsubishi, и мы работаем над рядом других вендоров, которых мы пока не можем называть. Кроме того, мы поддерживаем все модели оборудования, работающие для электроэнергетики, работающие с протоколами 51.850 и 104 протоколами. У нас есть определенный roadmap на поддержку оборудования, он включает в себя наиболее популярные модели, распространенные в России имели. Но также в случае интереса заказчиков мы готовы вносить изменения в этот план и с поддержкой оборудования в течение 3-6 месяцев. Здесь приведен пример команд, которые мы обнаруживаем в сетевом трафике. Как видно здесь, и попытки аутентификации на оборудовании, это попытки запуска остановки контроллеров, установки разрыва соединения, это чтение или записи программ в ПЛК, так и чтение отдельных параметров в ПЛК и терминалах релейной защиты, чтение записей конфигурации, в общем, любые административные действия с оборудованием. Для разного оборудования они отличаются, но мы стараемся покрыть максимум критических команд, которые могут привести к изменению работы контроллеров и соответствии технологических процессов. И, как я сказал, мы осуществляем импорт тегов из проектов SCADA. Здесь приведены примеры пакетов SCADA, чьи проекты мы умеем разбирать. И большой массовый импорт тегов, безусловно, существует возможность это делать в ручном режиме, но для автоматизации мы осуществляем такой импорт для ускорения. Ну и компонент наш Касперский Security Center. Основное его назначение – это централизованное управление мониторинг на уровне устройств и групп, это централизованное обновление сигнатурных баз компонента Kix4Notes, централизованная установка агентов Kix4Notes, имеется возможность ролевого управления, а также есть возможность интеграции Касперский центр с различными системами мониторинга заказчика. Это может быть и системы мониторинга событий безопасности CM-системы, это может быть интеграция с HMI, с операторами SCADA систем, то есть мы можем передавать информацию о безопасности и встраивать ее в отдельные показатели в SCADA-интерфейсах, когда оператор будет видеть, что у него с процессом что-то не так. Именно там будут отображаться события безопасности. Это и бизнес-системы различные, ERP, BI и так далее. Сейчас мы ведем работу совместно с SAP, по нашей интеграции. Это различные системы IT, измерения IT, мониторинга IT-производительности и так далее. Компонент Касперский секьюрити-центр может одновременно, соответственно, мониторить как компоненты Касперский Industrial Cyber Security, так и классический Касперский for Business компонент и Касперский инпоинт секьюрити. Здесь приводена схема, как мы собираем данные с наших компонент. Здесь видно, что мы рекомендуем использовать выделенную сеть для сбора, чтобы не занимать основную сеть для работы технологических систем. И у нас существует возможность выстраивания архитектуры, иерархической архитектуры секьюрити-центров. Соответственно, на каждом промышленном объекте может стоять своя система, свой центр управления и на уровне предприятия может быть главный централизованный центр управления. Здесь изображено, что мы можем интегрироваться с HMI операторской станции по протоколам по 104 и по PC. Мы можем передавать с Касперских кюрити-центров соответственно на HMI данные. Таким образом, я хотел перейти к реализованным проектам. На текущий момент у нас идет несколько крупных проектов. У нас идет ряд пилотов в России и в мире. О них мы пока не можем говорить. Мы можем сказать о тех, которые реализованы. На текущий момент публично известно о защите транспортного терминала ВАРС в Латвии, где осуществляется перевалка токсических материалов. Безопасность очень важна и российское нефтеперерабатывающее предприятие ТОНЭКО, где осуществляется переработка нефти. Чуть дальше я как раз покажу демонстрацию на модели этого нефтеперерабатывающего предприятия по разгрузке тяжелого газоля. Спасибо, коллеги. На этом теоретическая часть закончилась. Я хотел бы вам продемонстрировать видеоролик, на котором показана демонстрация нашего решения. Демонстрационный стенд представляет себе копию реального предприятия ТОНЭКО. Он включает в себя промышленную сеть, контроллер S7300. И наши компоненты KIX4Networks, KIX4Nodes, установленные на рабочих станциях инженера и оператора. И, соответственно, физическая модель эстакады. И все это мониторится в нашем секьюрити-центре. И также смоделированные атаки злоумышленника. KIX4Networks, как я говорил, может быть распределенным, но в данном случае он развернут на одной станции. Здесь и сервер-анализатор, и сенсор. Потому что это демонстрационный стенд. Подключается Ethernet-провод к SPAN-порту. Для сбора копии трафика коммутатор предварительно настроен для передачи всего трафика на этот порт. Получает его пассивно, никак не влияет на сеть. Здесь демонстрируется так устройство, когда мы в разрыв сети с помощью специализированного устройства. Здесь описание технологического процесса. Тяжелый газоэль из железнодорожных цистерн должен в итоге попасть в приемный резервуар с помощью данных насосов предварительно поступает в предварительной емкости. Используется HMI PCVue, которым оператор наблюдает за технологическим процессом, и контроллер S7300. Соответственно, сценарий атак и нашей защиты. Первый условный сценарий – это либо хакер, либо какое-то постороннее устройство, умышленное и не мышленное, подключается к коммунатору умышленной сети. Компонент Network Integrity Control обнаруживает новый узел сети. Соответственно, оповещает оператора офицера службы безопасности и тот, кому предназначена информация по безопасности. Следующий сценарий, когда условный хакер пытается подобрать пароль к доступу к контроллеру, наше решение фиксирует команду управления, команду аутентификации контроллера, также это обнаруживает. Соответственно, появляется сообщение. Следующий доступ к контроллеру, есть у атакующего, он отправляет команду стоп. Предварительно здесь показано, что он просто проверяет доступность контроллера, пинга, и запускает команду стоп. И можно видеть на модели, что насосы перестают крутиться. Решение обнаруживает команду. Остановить мы не можем. Нужно отметить сейчас паузу, что ввиду того, что наше решение пассивное, мы не предотвратим эту проблему. И мы не можем остановить атакующего, от отправки такой команды. Это сделано, потому что мы не встраиваемся в технологический процесс. Но прежде чем приходит команда стоп, и какие-то вредоносные действия злоумышленника, осуществляется ряд действий, которые позволяют его обнаружить и вовремя среагировать в вручном режиме. В данном случае у нас было это подключение злоумышленника к сети, это отправка, перебор пароля, попытка аутентификации. Это наверняка будет запуск, либо запуск какого-то вредоносного программного обеспечения на рабочей станции. То есть чем раньше отреагирует служба безопасности, тем больше шансов это предотвратить. Наше решение, компонент Kixfone Networks, это только мониторинг. Соответственно, вся информация об обнаруженных инцидентах передается и отображается в Касперский секьюрити-центр. Другой пример. Хакер пытается провести атаку на контроллер и изменить инженерный диапазон уровня меры стартовой емкости. Для того, чтобы оператор видел, что стартовая емкость не до конца заполнена, но на самом деле датчики уровня мер будут показывать переполнение емкости и оператор этого не увидит. Соответственно, продукт будет выливаться из емкости, оператор этого видеть не будет и, соответственно, будет уничтожен ущерб предприятию. Решение наше обнаруживает попытки изменения значений инженерного диапазона. оператора этого не видит. Если у оператора есть показатель, встроенный индикатор атак в интерфейс, то он может вовремя обнаружить и предотвратить. В данном случае этого сделано не было. В данном случае производится изменение программы БЛК через штатные программные обеспечения, например, подрядчиком. Изменяется значение ПИТ-регулятора в ПИТ-регуляторах насосов, которая может привести к выходу насосов из строя, возрастания колебаний. После того, как производится загрузка программы в контроллер, Kixflow Networks обнаруживает команду на переконфигурированный контроллер, оповещает. Это же можно обнаружить и компонентом Kixflow Nodes PLC Integrity Checker. И, соответственно, если не отреагировать на события безопасности, то насос может быть сломанным. Коллеги, на этом я хотел бы остановиться. Дальше у нас демонстрируется интерфейс, то, что мы можем загружать теги из када пакетов. Но об этом я уже говорил, это не так интересно. Спасибо, коллеги. На этом у меня все. И мы с Матвеем готовы выслушать ваши вопросы и обсудить. Антон, спасибо большое. Хотела добавить. Коллеги, если у вас есть вопросы, пожалуйста, напишите в чат. И мы сейчас к блоку вопросы-ответы подошли. Спасибо.